здравствуйте друзья с вами наш канал украшения сказки и рецепты и мы герман и светлана и мы конечно призываем вас к одному подписываться на наш канал ко второму ставить лайки и делиться третьему и пожалуйста используйте наши рецепты как мы используем ваш да и делиться с друзьями нашими рецептами нашими украшениями и сказками и это четвертое и так сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом королевского завтрака я бы его назвала роскошного завтрака и это будут пирожные из оладушков конечно душек нет или оладуши оладушков я прошу нас филологи поправят и так нам у нас образовалась дома целых три банки сметаны и поэтому две 15 процентных и 20 процентная банка что делать в этом случае конечно королевские оладушки что нам потребуется нам потребуется две банки сметаны 15 процентные два яйца немножко масло масло буквально сливочное граммов 50 также очень немного сахара требуется ложки 2 сахара столовых сода соль мука значит нам потребуется растительное масло вы можете пользоваться любым мы будем пользоваться оливковым маслом буквально чтобы смазывать сковородку молоко чтобы развести немного наше тесто если потребуется два яйца говорили это то что для оладушков это что для крема баночка 20 процентной сметаны но чуть меньше нам нужно 250 граммов сметаны 250 граммов сгущенного молока изюм и ванилин так вот все что нам нужно да еще нам нужен конечно миксер нам мне кажется все же на королевский не тянет это завтрак принцев завтрак принцев по возрасту по нашему с итак вот получилось наше тесто на оладьи нам кстати совершенно не понадобилось молоко вот видите какого в какой он консистенции и заливка я сейчас ее поставлю пока эту заливку в холодильник и будем выпекать оладьи затем все это засыпется изюмом и так будем сейчас выпекать вот наши оладьи получились отличный запаха сейчас они остынут и мы несколько штук сделаем для пробы 2 3 1 2 3 пирожных сразу хочу сказать что надолго не буду их оставлять под сметанным соусом сметанно сгущенным соусом потому что ну чтобы они сильно не промокали а потом я переложу остатки соуса посуду которую будем использовать каждый раз при создании пирожного перед употреблением вот мы начали делать вот чтобы было понятно как я это делаю делаю вот так может быть не все оладушки у нас прям идеально идеально не хорошая розовенькие какие-то более поджаренные ничего страшного если будет проливаться это не это не столько крем сколько заливка как вы понимаете чуть-чуть постоянно даже не сейчас нельзя кушать нет надо сразу кушать это тебе не тортик это пирожные оладушки вот ну вот так как то значит мы это делаем ребята это очень вкусно ножичком а можно руками когда никто не видишь конечно ножичком потому что сверху вот этот верхний обычно я не заливаю но сейчас можно чуть-чуть для красоты там так сделать пускай польется ничего страшного вот ребята я скажу это прекрасный завтрак но что друзья вот герман приступает к дегустации наших пирожных и так оладушки по-королевски роскошные оладушки ну как молочком запьешь и так значит вот мужчина дегустирует еще еще давно ну давайте покажем в разрезе вот они как вы для него вкусом и так оладушки по-королевски всем приятного аппетита подписывайтесь очень вкусно все что мы готовим мы едим всего всем самого лучшего приятного аппетита наш канал украшение сказки и рецепты и наш рецепт роскошные оладушки по-королевски на завтрак и для всех вас это мы герман и светлана и приятного всем аппетита